Эта история Леонида Млеча для тех, кому небезразлично наше прошлое. Для человека, за которым охотились, он вел себя крайне разумно. Никогда не выходил на улицу, не выходил даже прогуляться поздно вечером, не пользовался, естественно, никакими средствами связи, не записывал видео, не обращался к своим подручным, не записывал своего голоса, держался крайне осторожно с внешним миром, общался с помощью доверенных курьеров. Но ничего ему не помогло. Ночью, безлунная ночь была выбрана, для этой операции два десятка американских спецназовцев высадились в том районе, где находился дом, где он жил. Через громкоговорители объявили, что сейчас на арабском языке, что будет проводиться спецоперация, предложили всем жителям дома выйти. Дело в том, что это был трехэтажный дом, и как удалось установить американской разведке, на первом этаже жили люди, которые не имели никакого отношения к этому террористическому, к вождю террористов. На втором этаже жил его подручная семья, и третий этаж занимал этот человек, за которым охотилась американская разведка. Было предложено выйти. Всем и люди, которые жили на первом этаже, действительно выбежали, и они спаслись. Один из самых опасных террористов на земле не пожелал сдаваться. Он взорвал себя. Вместе со своей семьей погибла жена и его дети. Его помощник забаррикадировался, стал отстреливаться. В результате он был убит. Его жена и тоже ребенок пострадал. Спецназ американские тела оставил на месте, не как в случае с Осамом Бен Ладеном, который был ликвидирован в пакистанском городе. Тело Осама Бен Ладена вывезли и похоронили в море. Здесь останки ни то не трогал. Забрали только компьютеры и мобильные телефоны, чтобы получить какую-то разведывательную информацию. План операции был доложен президенту Соединенных Штатов Джо Байдену во вторник, а в четверг эта операция была осуществлена. И президент Соединенных Штатов Джо Байден с гордостью сообщил, что один из главных террористов, разыскиваемых давно за голову которого объявлена награда в 10 миллионов долларов, Аль-Курайши, ликвидирован. Это большой шаг в борьбе с террористами. О ком идет речь? Аль-Курайши – это руководитель тех самых террористов, которые десяток лет назад решили создать всемирный халифат. Для начала они решили объединить территории Ирака, Сирии и Ливана, устроить там государство в соответствии с принципами Шариата, а потом распространить его на весь мир. И поначалу они были крайне успешны. Они добились невероятных успехов в тот пор. Они в 15-м году контролировали территорию, сравнимую с территорией Великобритании. То есть у них под властью находилась целая страна с огромным населением. Они захватывали города, грабили банки только в иракском городе Масуле. Им достались многие миллионы долларов. Они устраивали жизнь так, как они считали нужным. Они объявляли о своих успехах. У них была мощная пропагандистская служба и со всего мира. Поклонники радикального исламизма устремились туда вместе с семьями, считая, что джихад – лучшее средство от раков старости. Они захватили немалую часть Ирака, раздробленного после той войны, после того, как был свергнут режим Саддама Хусейна. Они захватили немалую часть Сирии, где шла уже тоже своего рода гражданская война, которая началась с того, что молодежь восстала против режима Башара Асада, а потом превратилась в целую гражданскую войну. И в какой-то момент казалось, что их просто не остановили. И остановили их усилиями чуть едва ли не всего мирового сообщества. Потому что две мощные коалиции сформировались. Одной руководили Соединенные Штаты. Они боролись со сторонниками исламского халифата на территории Ирака. Другую коалицию руководила Россией. И они боролись. Эта коалиция сражалась с террористами на территории Сирии. Там были правительственные сирийские войска, плюс войска Ирана, плюс мощная поддержка с воздуха российского военно-воздушного флота. И довольно долго проходила эта операция. Удалось добиться большого успеха. Но террористы не исчезли. Сторонники исламского халифата растворились и рассеялись по всему миру. Поклонников у них стало меньше, потому что они лишились тех денег, которые у них были. Они демонстрировали тогда готовность создать такое государство, которое станет идеалом. За вору отрубали руки. То же самое обещали сделать тем, кто будет повышать цены на базаре. Это, конечно, безумно нравилось. Запретили курить на улицах, запретили кальянной, запретили женщины выходить на улицу недолжным образом одетыми. Если в автобусе полиция местная видела, что женщина неправильно одета, ее просто высаживали и отправляли домой. Вели себя очень жестко и жестоко. И в какой-то момент это даже нравилось, потому что и в Ираке, и в Сирии люди устали от хаоса, который был порожден и там, и там гражданской войной. И в какой-то момент многим это нравилось, что наконец пришел порядок. Потом они ужаснулись той жестокости, с которой все это происходило. Дело в том, что вот этот вот исламский халифат создавали не только видные исламисты, во главе которых сказал Аль-Багдади. Вернее так, положил начало всему Иорданис Аль-Заркауэ. Это одна из самых мрачных фигур в истории террора. Потому что он, в отличие, скажем, от Асама Бен-Ладна, который любил разглагольствовать, и который был типичным убийцей за письменным столом, тоже сам он никого не убивал, хотя любил позировать с автоматом, привезенным из Афганистана. Аль-Заркауэ любил убивать сам. Он сам отрезал головы и снимал это на видео, и с удовольствием ставил это видео в эфир, чтобы люди во всем мире видели его и видели, что он делал. Он был, конечно, чудовищным садистом, невероятным по своей жестокости. Чего многие не знали, состояло в том, что он, помимо того, что отрубал голову тем, кто попал ему в руки, он еще зарабатывал на этом большие деньги, потому что кому-то отрезали голову, а за остальных заложников требовали большие деньги. И европейские государства, спасая своих людей, которые так каким-то образом оказывались в руках людей из Аль-Заркауэ, платили колоссальные деньги. Это был такой бизнес, построенный на крови. Вот Заркауэ, собственно говоря, сначала был привержен сам Ассамбель, а потом почувствовал себя самостоятельным человеком и стал создавать вот это собственное террористическое образование. Заркауэ был убит, его догнала ракета с американского беспилотника. Его сменил Аль-Багдаде, который, в отличие от Заркауэ, обладал теологическим образованием, он был таким вождем, он выступал в Масуле в мечети, производил впечатление, хотя реальными руководителями вот этой террористической организации, создававшей исламский халифат на территории Сирии и Ирака, были бывшие офицеры иракской армии и сотрудники спецслужб, многочисленных, которые существовали при Саддаме Хусей. Иракские спецслужбы прошли обучение под руководством не советских инструкторов, как могло бы показаться, а инструкторов из Восточной Германии, из Германской Демократической Республики, где существовало мощнейшее Министерство Государственной Безопасности, что оно вошло в историю как штазит, сокращение от немецкого слова. Вот эти люди, восточные немцы, научили спецслужбы Ирака о системе тотального контроля, потому что Министерство Госбезопасности ГДР вошло в историю как самая совершенная служба тотального контроля над населением собственной страны. Это нисколько не помогло режиму, который рухнул буквально в один день. Но пока ГДР существовало, оперативные работники Министерства Госбезопасности ГДР контролировали абсолютно все. И вот это же пытались сделать и те, кто создавал вот этот вот исламский халифат на территории Ирака и Сирии. Поэтому там было страшно, поэтому там все боялись. И, в общем, потом страшно обрадовались, когда это террористическое образование было уничтожено. Аль-Багдади был тоже уничтожен. Его в октябре 19-го года нашли американские спецназовцы, пытались захватить. На нем был пояс смертников, он взорвал себя вместе со своими детьми. Это тоже достаточно чудовищная черта. Эти люди не только убивают других, но и убивают собственных детей и собственных жен, потому что, видимо, они запредельны в своей жестокости. Нынешний руководитель этой террористической организации не так долго руководил ей и был достаточно малоизвестен. Потому что этот отдельный разговор, некогда могущественная организация под ударами антитеррористической коалиции действительно распалась, развалилась, не прекратила свое существование, но стала значительно слабее. И такого количества желающих поучаствовать в ее делах уже нет, значительно меньше желающих вступить в нее. И вверх в этой организации стала создавать группа, которая родом из мест, которые неподалеку от иракского города Масулы. Вот про нынешнюю Аль-Куреши достаточно мало было известно. Он из очень религиозной семьи. И отец его рассказывал, что он когда-то еще в детстве предсказал своему сыну большое будущее. Потому что однажды они сидели в саду, и сын, будущий руководитель террористической организации, читал Коран. И в этот момент упал лист, а на листе было написано Всевышний. И тогда отец понял, что сына его ждет совершенно невероятное будущее. Он служил в иракской армии, потом учился теологии. В какой-то момент он был арестован американцами, потому что когда проводилась большая антисаддамовская операция, то довольно многих, тогда американцы захватывали, сажали и держали в лагерях. Он давал чистосердечные признательные показания обо всем. Рассказывал, его отпустили. Это, конечно, эпизод, который тоже о многом говорит. Многие террористы вовсе не кажутся такими опасными, какими они являются на самом деле. И это большая проблема для оперативных работников, которые ведут борьбу с терроризмом. Потому что нынешний террорист – это не террорист 60-х или 70-х годов прошлого века, когда было совершенно ясно, что перед тобой сидит убийца. Многие из них тихие, спокойные люди, которые до определенного момента не делают ничего, что выдавало бы в них преступные наклонности. Их выпускают из-под контроля, они совершают чудовищные преступления. Мы сейчас к этому аспекту вернемся. Так вот, в чем сложность этой организации террористической, помимо того, что за ней охотятся спецслужбы всего мира и, в первую очередь, специальные службы Соединенных Штатов. В этой организации вверх взяли люди, которые происходят из одного и того же места. Это город Таль-Афар, который находится неподалеку от Масула и неподалеку от сирийской границы. И там живут те, кого называют туркоманы, иракские туркмены. Это третья по значимости этническая группа в Ираке после арабов и курдов. Ну, считается, что это потомки туркменов. Говорят, что язык очень близок к турецкому и к азербайджанскому. Это достаточно сплоченная группа и достаточно влиятельная. И вот из ее рядов и происходил только что ликвидированный американскими спецслужбами руководитель террористической организации, которая вознамерилась создать всемирно-исламский халифат. Его настоящее имя Амир Мухаммад Саид Абд Аррахман Альмаулла. И он родом вот из этих мест и из этой группы. В чем тут сложность для сторонников этой террористической организации? Ее создатели говорили, что они исполняют волю Всевышнего и что они хотят свершить то, что совершенно необходимо, чтобы весь мир жил по правильным идеям, жил в соответствии с Кораном и Шариатом. И делают это они, конечно, продолжая ту миссию, которая им досталась от пророка Мухаммада. И многие из них, вожди, говорили, что они и есть потомки пророка Мухаммада. Это придавало, конечно, значимости их словам. Но потомки пророка Мухаммада – это арабы. Туркоманы не могут быть потомками. Они не арабы. Это имеет большое значение. Поэтому желающих служить сейчас в этой организации значительно меньше. Это подрывает ее масштабы и ее действия. Но нелепо было бы думать, что опасность уменьшается. Дело в том, что на наших глазах в последние годы произошел такой коренной перелом в террористической активности. Если раньше это были сплоченные группы, хорошо организованные, с налаженной системой управления, то теперь происходит какая-то диверсификация этого дела. Ставка делается на убийцу-одиночку. Если раньше они получали указания, Господи, когда французский еженедельный статирический в 15-м году опубликовал карикатуру на Аль-Багдаде, туда была отправлена боевая группа, которая убила этих журналистов. Сейчас такого оперативного центра, который руководил бы действиями террористов, нет. Каждый действует на особицу. И это сильно усложняет работу специальных служб. Вообще, конечно, то, что происходило в последние годы, абсолютно, мы уже с вами как-то говорили на эту тему, абсолютный триумф контрразведки, антитеррористических служб, в которые, во-первых, были вложены колоссальные силы и средства, и которые, во-вторых, используют современные технологические возможности, что позволяет находить вождей террористов, что раньше было невозможно. Нашли Осама Бен Ладена, ликвидировали, нашли Заркауэй, который голову отрезал, отрезал, ликвидировали. Нашли Аль-Багдади, который пытался контролировать огромные территории, ликвидировали. Сейчас Аль-Курейши точно таким же образом ликвидировали. И других вождей тоже найдут. Но! Как быть с преступниками, которые не встречаются с единомышленниками, которые не участвуют в никаких там собраниях, регуляционных встречах, которые не получают указаний, а действуют по собственному разумению? Конечно, есть определенный путь, который проходит будущий террорист. В какой-то момент он даже попадает в зону внимания полиции или антитеррористических ведомств. Ну что же, оперативный работник получает указания проверить. Он отправляется посмотреть на этого человека. Находит человека странноватого, но действующего вполне законно. Он работает, там нет, семья, где-то живет, ведет себя спокойно. Оперативный работник не находит никаких оснований для того, чтобы установить специальный контроль. Тем более, что никаких возможностей специальных служб на это бы не хватило. А этот человек вечером включает компьютеры в интернете, слушает или смотрит то, что вдохновляет. И в какой-то момент берет нож, винтовку, пистолет, что у него есть, и отправляется убивать людей. И остановить такого преступника крайне сложно. Тем более, что, как правило, это камикадзе, это шахиды, те люди, которые хотят умереть. Как остановить человека, который хочет умереть? Чем его можно остановить? Это сложнейшая задача для специальных служб. Поэтому и вот та террористическая организация, в очередь которых был уничтожен только что американским спецназом, к сожалению, никуда не делась. Совсем недавно на территории Ирака они убили десятерых солдат и офицера, на камеру снимая, отрезали полицейскому голову. Они напали на тюрьму в Ираке, где сидели их динамышленники, и неделю ее удерживали, пока их не выбила курдская милиция. Это подразделение курдов, которые сражаются против радикальных исламистов, потому что их курдов тоже исламисты убивают. И от курдов этих поддерживают тоже Соединенные Штаты. Таким образом, мы можем констатировать, что всякий успех в этой борьбе крайне важен, и одержаны невероятные действительно победы. Сейчас трудно себе представить, что 5-6 лет назад существовала огромная территория, которая управлялась этим людьми, и куда, еще раз скажу, съезжали со всего мира добровольцы, и казалось, что их теперь никто не остановит. Их остановили, многих уничтожили, всех уничтожить невозможно, и появляются новые. Потому что они вдохновляются все теми же идеями радикального политического исламизма. На земле нет места для неверных, на земле нет места для тех, кто не понимает правильность наших идей. Нужно их всех уничтожать. И они уничтожают, кого могут. И остановить их крайне сложно, какие бы успехи не одерживали специальные службы. Во всяком случае, об этом свидетельствует история терроризма, который мы с вами вынуждены изучать, поскольку явление этого, увы, никуда не исчезает. Будем следить за происходящим и дальше. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.